Сау, Китай. В мире так много государств, почему только Россию называют страной воинственного народа? Ее не превзойти по следующим трем пунктам. Сау, Китай. 11 июля 2019 года. Если обратиться к истории, можно заметить, что мир всегда был населен многочисленными народами, проживающими в самых разнообразных странах. И многих из них унесла с собой река времени. Например, такой мужественный и отважный народ, как гунны, перестали существовать, но память о них жива по сей день. После окончания Второй мировой войны в мире осталось более 200 величественных стран и регионов, населенных народами с многовековой историей. Однако звание воинственного народа досталось только жителям России. Почему? Ответ становится очевиден, если рассмотреть три следующих пункта. Многие из двухсот с лишним стран отличаются силой и боеспособностью. Например, Китай сохраняет эти качества на протяжении 5000 лет. Не стоит забывать и о сильнейшей сверхдержаве, США, а также таких странах, как Великобритания, Франция и Германия, боевая мощь которых находится на достойном уровне. И все же ни одна из них, в отличие от России, не удостоилась звания стран воинственного народа. Ни у кого в мире не возникает сомнения в том, что Россия достойна этого звания. Однако во многих странах до сих пор не понимают, почему ее прозвали именно так, ведь существует немало других сильных народов. В чем же уникальность русских по сравнению со всеми остальными? В них заложена небывалая смелость. И вот три ее классических проявления. Первая, имперская мясорубка одна из самых важных причин, по которой Россия заслуживает звание стран воинственного народа, заключается в том, что всю ее историю можно описать двумя словами. Имперская мясорубка этой стране было по силам победить, и даже уничтожить, самую могущественную империю, от Речи Посполитой до Швеции, от Османской до Наполеоновской и Германской империи. В свое время все они считались сильнейшими монархиями Европы, на которые никто не мог и не осмеливался покушаться. В итоге все эти сильнейшие империи пали к ногам России, и многие из них, например, Османская империя, после столкновения с Россией перестали существовать. Все величайшие империи мира, державшие Запад под своей властью, в конце концов были повержены. Ни Китаю, ни США не удалось сравняться с Россией в условиях этой имперской мясорубки. Второе, в этой стране привыкли рисковать жизнью на войнах древние китайцы не отличались решительностью, они придерживались мнения, что выход есть из любой ситуации и не придавали значения исходу сражения. Поэтому они и не были способны жертвовать всем ради победы. На Западе, например, в Америке, рассуждают так, если не получается победить, то лучше сдаться. И только в России ради победы люди готовы пожертвовать собой. На войне русские не боятся умереть, они смело сражаются до конца. Именно отсутствие в них страха смерти так пугает людей по всему миру. Примером этому может послужить Вторая мировая война, когда за три с лишним года погибло более 25 миллионов россиян. Таких потерь, составивших одну десятую населения, не было зарегистрировано ни у одной другой страны мира. На войну призывались все мужчины, способные держать в руках оружие, каждый из них был готов умереть ради победы. Разве есть в мире еще одна страна, способная на такое? Русские рисковали жизнью с древних времен, никакому другому народу не под силу обойти их в этом. Третье, упорство и решимость стоять до конца обычно разногласия и войны между странами, в особенности если речь идет о крупных государствах, решаются вдумчиво и размеренно. Чаще всего для этого бывает достаточно устных переговоров. Россия же не привыкла думать о последствиях, она не откладывает дел в долгий ящик. Если она обещает напасть, то обязательно нападет, если говорит, что будет сражаться до полного уничтожения противника, то добьется этого даже ценой собственной гибели. Россию боятся даже США. Именно из-за такого русского характера США никогда не решались скрестить с русскими оружие, а все остальные крупные государства пребывали в страхе. Никому не удастся превзойти Россию в упорстве. Найдется ли страна, способная обойти ее по всем трем пунктам? Нет, поэтому Россия является единственной страной воинственного народа. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.